То есть, находили способы обойти санкции, но целиком снять санкционное давление было невозможно. Какая древняя традиция. Ну, если их нельзя военной силой победить... Ну, так еще греки кого-нибудь душили санкции. Ну, скорее персы. Персы душили Чехию санкциями, во-первых, а во-вторых, окружали кольцом дружественных стран, например, Македонии. Выдавая им золото, как раз, наоборот, открывая им собственные рынки, даже если ваша македонская дрянь не очень-то нам нужна, все равно купим. Вот. Прямо покупая ораторов талантливых греческих, чтобы они говорили правильное. Тогдашних дудей. Чтобы они дудели, да? Нынешние дуди очень сильно деградировали по сравнению с теми ораторами. Очень сильно. Это, кстати, для меня все время загадка. Мы-то с тобой мастера эти, задушевники, но, в общем-то, оно же обучаемое. А вы почему этому не учитесь? Вот мне все время хочется спросить, а вы почему не учитесь? И так же смотрят. Оно же примитивное. Как говорить, какие слова знать. Это все, конечно, я думаю, от тотального перехода в онлайн и полного отрыва от личного состава происходит. Потому, что какого-нибудь греческого оратора, который стал бы выдавать как тюррдуть после первого вопроса собеседнику, а ты дрочишь, он тут же получил бы в рыло немедленно. И был содомизирован. И содомизирован и утоплен в ближайшем море. Поэтому нужно было... Ну, как-нибудь, в общем, что-нибудь с ним сделали. Ужасное. Поэтому, хочешь, не хочешь, приходилось учиться, толково говорить, ловко полемизировать, не переходя некоторых границ. Ну, я вот это... Отдельных политиков там всяких, когда смотришь... Вот видно. Видно. Вот это натаскивали. Начиная там... Спасибо за ваш вопрос. И продолжая, так сказать. Какое спасибо. Тебе в ружу практически плюнули. Какое спасибо. Да. Но этих тренируют. Да. А вот этих почему-то нет. Странно. Даже на радио какие-то эти не тренированные абсолютно. Слова не знают. Ударения неправильно ставят. Я помню, мы когда-то строили... Складения и снаряжения неправильные у них с падежовыми. Числа сказать не могут. 520 или 520 исключено. Такое не можем сказать. 153 856 вызывает настолько чудовищный ужас. Это нельзя сказать. Особенно, когда их 5 раз подряд нужно произнести. Я тебе рассказывал. Мы как-то делали такую компьютерную игрушку. Шторм. У нас там был специалист по звуку. Такой. Важа Бзикадзе. Так. Важа. Привет. Важа Бзикадзе... Как ни трудно догадаться. Человек не совсем русский. Я-то думал. В Сальзане. Да. Но русским языком Важа владел гораздо лучше, чем многие. Поскольку он много лет работал в телевизоре на радио. И он непрерывно всем сидел флегматично объяснял. Здесь не так. Тут не так. Там не так. Так не говорят. Так вот это. Так вот то. Его уже все кричали. Важа угомонись. Как с вами угомониться, если вы по-русски говорить не умеете? В общем-то да. Совсем недавно. Ведь когда на эти... На студии звукозаписи приходишь. Там вот такие эти словари ударений лежат. Все. Все время изучают. Смотрят. Полезно, наверное, было. А теперь посмотришь. Идиотов, блин. Извините. Отвлеклись. Ну, что делать? Это про санкции. Мы на санкциях остановились.